Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шары. Коротко об основных темах выпуска. Проверяют безопасность на рабочих местах и компетентность персонала. Ростехнадзор провел встречу с представителями бизнеса и промышленных предприятий. Мир, в котором я живу. В Самаре завершился творческий фестиваль для детей с ограниченными возможностями. Один из главных праздников отмечают сегодня мусульмане. В этот день родился пророк Мухаммед. Два человека в этом году погибли в регионе в результате несчастных случаев на предприятиях во время эксплуатации энергоустановок. Чтобы избежать нарушений, которые могут привести к трагедии, за соблюдением безопасности на рабочих местах следит Ростехнадзор. На контроль из выше 6 тысяч компаний. Сегодня сотрудники ведомства встретились с представителями промышленных организаций и бизнеса. На повестке внедрение так называемого рискориентированного подхода. То есть проверок должно быть меньше, а сплошные аудиты необходимо проводить только на объектах повышенной опасности. Это, по мнению экспертов, поможет снизить нагрузку на бизнес. Качество от этого, уверяют, не пострадает. Первое – это работа, качественная работа всех технических устройств. Технические устройства, имея свой срок службы, не должны обновляться. И обученный, соответственно, персонал. Вы же прекрасно понимаете, если что-то будет, например, с нефтеперерабатывающим заводом, то и последствия для населения. Это, прежде всего, экология, это возможная гибель людей, это нарушение работы предприятия и так далее. Если Ростехнадзор обнаружит нарушение, предприятиям грозит штраф до миллиона рублей. Также виновных могут на время отстранить от должности. Крайняя мера – остановка работы компании. Вопросы жилищного строительства обсудят на предстоящем совете ПФО. Заместитель полпреда президента в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев и в Рио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин провели первое заседание рабочей группы. Ключевой темой стали проблемы обманутых дольщиков. Решение их находится на особом контроле у президента. Открывая заседание рабочей группы, заместитель полномочного представителя Олег Машковцев отметил актуальность поднятого вопроса. От ситуации в секторе жилищного строительства зависит социальная стабильность в нашем обществе. За последний год на федеральном уровне принято значительное количество новых нормативных актов, направленных на регулирование сферы долевого строительства. В преддверии Международного дня инвалидов в Самаре для людей с ограниченными возможностями здоровья прошел благотворительный спектакль. Представители общественных организаций со всего города увидели премьеру театра «Самарская площадь» комедию Филумена Мартурана. На спектакле побывала наша съемочная группа. Что это за розы на столе? Розы как розы. Да, красные. Да, красные. Итальянские страсти на сцене театра «Самарская площадь». Благотворительный спектакль приурочен ко Всемирному дню инвалида. В зале представители всех районов города. Поход в театр для этих людей – хороший повод собраться всем вместе. Вот они сейчас пришли, они обмениваются мнением, они рассказывают о своей жизни, они делятся своими переживаниями и радостями. Это очень важно, что человек вышел из дома, из четырех стен. Это страшно, когда сидишь в четырех стенах. Людям с ограниченными возможностями здоровья в Самаре оказывается социальная поддержка. В городе работает социальное такси, открыт колл-центр для инвалидов-колясочников. Оборудован пляж и закуплен специальный общественный транспорт. «Мы второй пляж открываем в 2018 году. Говорящий трамвай будет ходить не только по 23 маршруту, но по ряду других маршрутов города. И более того, мы открыты для приема предложений инновационных, каких-то совершенно новых, необычных». Сейчас в Самаре проживает порядка 100 тысяч инвалидов, 4 тысячи из них – дети. Для них в этом году в середине декабря проведут новогоднюю елку, приготовленные и сладкие подарки. Лариса Шалафаст, Максим Гусев, События. «Мир, в котором я живу» – юбилейный 20-й фестиваль творчества детей-инвалидов прошел в ДК «Железнодорожников». Эти подростки ничем не отличаются от других сверстников, по крайней мере в творчестве. Также поют, танцуют и занимаются рукоделием. С неограниченными возможностями удивительных детей познакомился Сергей Кизоркин. «От луговых ромашек до звездных войн» свою персональную выставку картин устроил 10-летний Владимир Смирнов. «Солнечный мальчик», так называют детей с синдромом Дауна, любит копировать рисунки из детских книжек. Отличить от оригинала почти невозможно, рассказывает мама. А еще Володя занимается русскими народными танцами. «Когда выходят на конкурс, они в приподнятом настроении и выступают, отдают душу всю». Народный ансамбль «Забава» участвует в галоконцерте фестиваля «Мир», в котором я живу, уже не первый год. Перед выступлением последняя репетиция прямо в фойе ДК. У Лануры проблемы со слухом, но поет девушка как профессиональная артистка. Делится впечатлениями педагог Наталья Тюрина. «Нужна просто любовь к песне, к руссконародной песне. Только в руссконародной песне есть душа, я так считаю. Вот если пройдешь через руссконародную песню, можно петь любые песни». Оказаться на главной сцене фестиваля очень сложно. Отборочные туры проходят в каждом районе города. В этом году за право выступить на галоконцерте «Мир, в котором я живу» боролись почти полторы тысячи подростков с ограниченными возможностями здоровья. Это каждый третий самарский ребенок-инвалид. «Каждый год придумывают что-то совершенно необыкновенное. То, что я вообще не представляю, даже спрашивала, как это сделано и с чего это сделано. И, конечно, вот я с гордостью говорю, не надо делать скидку этим ребятам за то, что у них есть какие-то там отклонения. Мы знаем, как наши ребята учатся и занимать призовые места, в том числе в Москве, в других городах. Мы следим за ними, мы очень гордимся». Самарский фестиваль – это только начало. Впереди у ребят конкурсы в России и за рубежом. Сергей Кизоркин, Станислав Левин. События. А теперь коротко о других темах дня. В Тольятти сотрудники ФСБ совместно с правоохранителями задержали мигранта из Украины. Его подозревают в шпионаже. 30 человек из Украины приехали в Тольятти и устроились работать на судоремонтный завод. Трех из них силовики задержали за нарушение миграционного законодательства. Один признался, что год назад был завербован Службой безопасности Украины. А перед поездкой в Россию получил задание провести разведку объектов Тольяттинского предприятия. Ведется проверка. Иностранец будет выдворен из страны. Напомним, в апреле 2016-го уже задерживали агента Главного управления Минобороны Украины, который собирал сведения о системах безопасности объектов железнодорожного транспорта в Самарской области. Трагедия произошла в поселке Яицкое Волжского района. В озеро упал 67-летний парапланирист. К месту ЧП выезжали сотрудники МЧС на лодке, но мужчину спасти не удалось. Они извлекли тело погибшего из воды и доставили на берег. Подробности случившегося устанавливаются. И в тот же день вечером в одной из квартир дома на улице Ташкентской в Самаре произошло еще одно ЧП. Там при купании в ванной утонула пятимесячная девочка. В настоящее время обстоятельства случившегося устанавливаются. Неожиданное решение. Принято решение, как изменится внешний вид знаменитой многоэтажки на улице Осипенко, 32, которую в народе называют кукуруза, терка или рашпиль. Ранее инициативная группа самарцев предлагала покрасить здание в бледно-серый цвет, поскольку оно построено в стиле брутализма. Но жители дома высказались против. В итоге жителям предложили альтернативный вариант – граффити с изображением космонавта, который устроил всех. Из-за особенностей здания нанесением граффити будут заниматься альпинисты. В Самаре в этом году зальют 8 крупных катков. Самым большим станет каток на Самарской набережной. Для массовых катаний там планируют оборудовать участок от бассейна ЦСКА ВВС до улицы Маяковского. Также катки зальют на площади имени Куйбышева, в парках Победы, Дружба имени Гагарина, на стадионах Чайка, Динамо и в микрорайоне Волгарь. Кроме того, в Самаре планируют организовать 59 катков во дворах и 36 ледовых площадок около учебных заведений. Работа начнется, как только позволят погодные условия. Для заливки площадок необходимы стабильные минусовые температуры. Сегодня мусульмане начинают праздновать день рождения пророка Мухаммеда. Традиция отмечать эту дату – одно из новшеств в исламе. Об этом не было упомянуто в Коране. Впервые маулит, так называется праздник, отметили через 300 лет после смерти Мухаммеда. Позже традиция распространилась по всем мусульманским странам. Во время маулида его будут праздновать в течение месяца. Принято собираться вместе, читать Коран, слушать рассказы о знаменательных событиях, связанных с рождением и жизнью пророка Мухаммеда. Раздавать милость у ненуждающимся, обязательно готовится угощение. В Самаре продолжается всероссийская акция «Дни культуры Армении». Масштабная акция проходит во многих городах страны. Она организована в рамках программы сотрудничества между двумя странами. В программе запланированы выставки, мастер-классы и семинары, а также концерты. К масштабному празднику готовятся и юные артисты региональной армянской национально-культурной автономии «Наири». На репетиции побывала Лариса Шалафаст. Плавные изящные движения и особый армянский характер. Юные участники танцевального коллектива национально-культурной автономии «Наири» оттачивают каждый шаг до совершенства. В коллективе занимаются три десятка человек. Каждый мечтает научиться лучшим традициям своего народа. Армянским танцам детей обучает хореограф Диана Мирзаян. Девушка учится в Самарском государственном институте культуры на отделении хореографии и посвящает занятиям все свое свободное время. Говорит, народным танцам дети обучаются очень быстро. К моему большому удивлению, дети как только слышат музыку, в них просыпается та самая манера, которая присутствует в армянских танцах. Нежность, которая должна быть видна во время танцев. Покорность даже, можно сказать, чуть-чуть. Характер армянский. Все это проявляется в детях, которым даже по три годика. Их не нужно даже уговаривать это все делать. Они с огромным удовольствием к моей радости приходят и занимаются танцами. Сейчас юные звездочки ансамбля «Наири» готовятся к большому отчетному концерту, который пройдет в Самаре 1 декабря в рамках акции «Дни культуры Армении в Самаре». Лариса Шлафаст, Артем Сулайманов, События. А вот какие материалы сейчас готовят к эфиру наши корреспонденты. На что будем жить в губернской городской думах обсуждают проекты бюджетов на следующий год. Дорогу самарским продуктам на прилавке магазинов голова региона взял ситуацию под личный контроль. Победа «Самара ГИС» проект телеканала «Самара Многонациональная» стал победителем всероссийского конкурса «Смиротворец-2017». На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 15 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Все вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова